Солнечное затмение Солнечное затмение В грядущие две недели нужно быть крайне внимательным ко всем знакам, которые встречаются на пути. Однако судьбоносные решения пока стоит отложить. Затмение проходит по оси знаков близнецы и стрельцы, отвечающих за коммуникации, поездки и разговоры. Она наконец-то начинает казаться, что мы нашли дело мечты, например. Или наоборот, вот эта работа надоела, точно не мое, надо увольняться или еще что-то. Какая тут будет рекомендация, нужно важно прислушиваться к этим чувствам, но каких-то важных социальных изменений лучше делать не стоит. То есть усмирить свой пыл. В этот период важно подметить конкретно в это затмение, что вам важного именно скажут. Какой важный разговор произойдет, важное знакомство. Вы куда-то поехали, и эта поездка оказалась ценной. А вот астрономы даже и не слышали о таком понятии, как коридор затмений. Олег Соловейчик влюбился в звезды еще в 60-е. Судьбу связал с педагогикой, стал учителем физики. А по вечерам продолжал обращать взгляд в небеса. В последние годы Олег Соловейчик состоит в Самарском клубе астрономов-любителей и заражает своей любовью юных горожан. Астрономия – это очень одухотворенная наука. К сожалению, многим тем нашим, те, кто бегут по всей жизни, не смотрят на небо, не смотрят на солнце. Они любуются, конечно, закатами, любуются месяцами, различными фазами Луны и так далее. Но она романтична, эта наука. И очень обогащает и очищает душу. Верить в силу затмений или нет – вопрос риторический. А вот обращаться к звездам точно лишним не будет. Как писал Антуан де Сент-Экзупери, «Хотел бы я знать, почему звезды светятся, наверное, за тем, чтобы рано или поздно каждый мог вновь отыскать свою». Мария Левина, Николай Сидоров, Сергей Баскин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова